Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, недельная глава Ваера. Она продолжает историю Авраама. А в общем-то она продолжает другую историю. Историю разбирательства. А зачем нам эти испытания? Любой человек, даже которого сказано Бог любил очень, прошел какую-то невероятную череду испытаний. А дело в том, что мы спускаемся от мира для этого. Цель человека, спуска в этот мир, достаточно непростого, от которого душа страдает, это пройти испытания. Модель жизни такая. Есть и есть испытания, есть тренировки. Без этого спортсменом не станешь. Останешься такой, как ты был. А ты пришел в этот сложный, очень непростой мир, совсем не для этого. Душа пришла сюда, чтобы получить бонус, чтобы она сказала, я прошла испытания. Испытание это способ, которым проверяют и возвышают нас. Она, как написали мудрецы, она поднимает и продвигает на следующий уровень. Теория и практика сильно отличаются друг от друга. Правильный выбор Авраама заложил в нем громадный потенциал, сделал его великим человеком. И до сих пор все поколения говорят об Аврааме. Испытания раскрывают способности и возможности человека, глубоко спрятанные в нем самому. Когда на нашем пути встает трудность или другая проблема, вместо того, чтобы думать, только не сейчас, только не это, зачем мне, почему для меня. Рассмотрите эту проблему спокойно, как условия для роста. И знаете, что именно это та возможность, которая нам с точки зрения неба полезна, идеально сегодня. Сложно так думать? Конечно сложно. Конечно сложно, очень, но другого пути нет. Дело в том, что человек не может отказаться от испытания. Нам все время мудрецы рассказывали нам многое, что человек пришел, он заранее, его душа посмотрела, как он будет жить, согласилась. Кстати, вот на Новый год мы читали молитву. У нас все предупреждали. Написано, когда мы читаем молитву. Кому суждено возвыситься, кому преуспеть, кого-то постигнут несчастье. Одним будет сопутствовать удача, другим суждены страдания. Одним предстоит прожить долгую жизнь, другим умереть до конца года. Все было написано, нам объясняют, что так построен мир. Пока получается так. Когда какие-то катастрофы или страдания происходят с человеком, человечество ощущается и становится лучше. Однако со временем восстанавливает эго свои силы, материя берет все под контроль, влияние души ослабевает. Наши цели становятся полностью материальными, духовные уходят. Мы хотим просто новую квартиру и желательно лучше, чем у соседа. Мы снова заняты удовлетворением своих потребностей и разгневанно смотрим тому, кто наступил нам на ногу на улицу, если не проклинаем его. Повседневная жизнь опять входит в норму. И вот этот замкнутый круг механических реакций, человек с него не выходит. И Бог, я думаю, задается вопросом, неужели необходимо посылать этим людям постоянно катастрофы, чтобы человек очнулся и задумался. А потом мы спрашиваем, за что. Мудрецы говорят, не за что, а зачем. Зачем, почему, чему это должно нас научить. Только так это все работает. Зачем нужны эти страдания? Я скажу еще раз мнение мудрецов. Когда мы страдаем, испытываем боль, горе или сердечные какие-то муки или переживания, они очищают нашу природу от эгоизма и всех его проявлений. Так наша душа становится ярче. К сожалению, обычно только тогда мы страдаем от ударов и сильных потрясений, наша божественная сущность выступать начинает впереди материальности. Так устроен человек. Страдание это, как вы знаете, серебряный сосуд. Берешь и чистишь его, чистишь его. Ему неприятно, но он становится сияющим, лучшим. Да, к сожалению, человек именно в самые тяжелые, в самые сложные минуты и начинает проявляться. Как только все в порядке, все хорошо, начинается с дом. В доме сеяли один раз в 50 лет. Работы нет, все потрясающе. Не напрягались. Ну и что? Дошло до того, что совратили себя и животных и все остальное. Можно опять же задать себе вопрос. А зачем все эти тяжелые испытания? Зачем они? Почему написано, что тех, кого Бог любит, Он испытывает? Дело в том, что каждое наше действие, хорошее или плохое, регистрируется в высшем мире. Говоря образно, в небесном банке ведут два отдельных счета. Один плюсовый, для чего мы натворили хорошего, как человек и как человечество. А второй минус, что когда минус количественно превосходит плюс, мир должно постигать наказание. Так устроено все. Если это разрыв совсем большой, начинается катастрофа. Мир обречен на катастрофу. Что сделать, чтобы спасти мир от наказания? Очень просто. Другого выхода нет. Как небо начинает увеличивать плюс, то есть прибавлять человечеству заслуг. А как? Возложить на них ношу какие-то испытания. Успешно пройденные испытания прибавляют миру заслуг и стирают то, что мы натворили. Мы в ответе за себя и за весь мир, и поэтому приходят испытания. Мы пришли в этот мир, который называется миром испытания. И ничего тут не придумаешь, нельзя. Тут только надо проходить их. Кому-то тяжело, конечно. Ну, это совсем нелегко. Лучше бы лежать на пляже и улыбаться. Но мир так не устроен. И обратите внимание, ведь это же правда. Когда всякие начинаются проблемы и несчастья, люди становятся чище. И это плохой путь. Лучше бы мы становились чище, когда все хорошо. Но пока работает именно так. Именно поэтому, может быть, надо пересмотреть все, что с нами происходит, и воспринимать это как подарок неба. Да, это невозможно, но это надо. Мы с вами живем во время, в котором мы должны либо искупить то, что натворили предыдущее поколение, либо, я не буду говорить, что. Поэтому мы с вами находимся перед приходом Машеха. Это уже точно, это уже видно, это уже понятно. И поэтому пусть он уже придет сегодня. Браха вы от слаха, а мы пока вынуждены очищать этот мир. Продолжение следует...